Как максимально быстрого идти в кетос для начинающих? Не есть. Максимально быстрого, вот вы хотите экстремального совета, который не призыв к действию, проверить с землящим врачом, не едите, когда в кетос входите за 36-72 часа. Всё. За буквально полтора-два дня, максимум три, вы в кетосе. Если не совсем, вот, пожалуйста, если надо в кетос, входите. Сколько времени необходимо для вхождения организма в кетос и какие ощущения будут для понимания? А у нас был уже сверху вопрос, как быстро идти в кетос? Три дня не едите, вы в кетосе. Какие ощущения? Самое для меня, что важно, это ясность мышления. Голова прочистилась, вау, всё круто, ясно, всё понятно, аналитическое мышление хорошо работает, критическое мышление хорошо работает, всё понятно становится. В голове складываются все вот цепочки мыслительные. То есть, нет препятствий, тумана никакого. Вот это признак вхождения в кетос номер один. Следующий признак вхождения в кетос соматический. Вы чаще бегаете в туалет, жажда получается, возникает. Чаще мочитесь, чаще выводите кетоны с кровью. Это похоже на диабет в каком-то смысле, но диабет такой, что кетоны уже выводятся. Не глюкоза выводится через кровь, а кетоны. Вы чаще ходите в туалет, чтобы сбросить кетоны. Это такой компенсаторный механизм. Что еще, если вы вошли в кетос глубоко, то аппетит снижается, снижается чувство голода. Вот вам три признака хотя бы. Какие еще могут быть признаки? Но у вас перед этим голова поболит, может быть дрожь в конечностях, кетогрипп они это называют. И как еще одно проявление кетогриппа, это дурацкая кетогрипп. Лихорадочное состояние может быть, то есть как будто температура поднялась и случился какой-то вирус с вами. Но при этом вы как бы испытываете лихорадку, но вы не болеете хронические инфекции, то есть я называл это в манускрипте по волне, где я описывал все ситуации, в манускрипте по волне я называл это доброкачественная лихорадка, без инфекции, хотя может быть в это время, пока вы переходите в кетоз, у вас хронические инфекции подлечиваются иммунитетом и для этого поднимается температура. Но вообще, когда вы переходите в кетоз, у вас многое в организме происходит, много адаптаций, представляете вы вчера ели 20 килограмм сахара в день, а сегодня вы не едите сахара вообще, у вас все ферментативные системы должны перестроиться, забытое бета-окисление жирных кислот должно вспомниться, кетогенез должен вспомниться и поставиться на рельсы. Это как взять завод большой, который производит что-то конвейерный и за один день перенаправить, например, вчера делали текстильную промышленность какую-то, там шубы делали, одежду, а завтра делаем танки, это за один день надо, представляете? Поэтому человек колбасит, лихорадит, вот это вот повышение температуры, головная боль, слабость, тошнота, рвота тоже все это может быть при переходе в кетоз, это все есть, потому что очень много работы надо сделать организму. Чем резче вы сокращаете углеводы, тем быстрее наступает кетоз, но тем большую цену надо заплатить за скорейшую адаптацию к вот этими симптомами, в том числе это вот эти вот опять тупые, кетогрипп, но это по-другому должно называться, по-другому. Вот и симптомы адаптации к вхождению в кетоз, они уже описаны у меня на сайте, давайте мы их посмотрим, это надо на сцену 2 перейти. Это описано в манускрипте по волне, вот волна, окей. Глава 3. Физиология и наука волны. Вот я тут объясняю, значит, как происходит, как, что у нас дальше. Перемены метаболизма, вот, пожалуйста, смотрите, качественные перемены метаболизма, количественные перемены метаболизма, метаболическая память и конструкция тел, аутофагия, конечно же тут объясняется, куда же без нее, да, и так далее. То есть тут уже, вот видите, у нас в где-то 5000 словах уже описаны адаптации к вхождению в кетоз, это на сайте все есть, докторник, что такое волна, вы видели, пожалуйста, найдите, почитайте. Вот это вам симптомы вхождения в кетоз и базовая физиология того, что происходит, да. Вот, я думаю, для такого бытового, простого понимания обычному человеку этого хватит, даже слишком много. Итак, мы, как гений, ребенок, знаменитый, какие-то планы. Вы 어떻게 видите, что можно намного-кошrika ребенка feather лошадьика. Сimerkiy она Networkroom. Мы, как вы, как, на самом деле. Даже в режиме здесь ограничен,